У слова управления есть множество разных определений. То есть, если вы попробуете разобраться с помощью словарей или учебников, это будет нелегко. Много разных определений. И это слово очень связано с нашей жизнью. Я общался с большим количеством разных руководителей, и мало кто из них мог ответить «А что же такое управление?». Знаете, когда спрашиваешь у человека, что такое автомобиль, обычно любой человек может сказать, что это транспортное средство, у него есть колеса, это транспортное средство как-то двигается, его можно использовать и так далее. Оно выглядит так и так. Когда говоришь об управлении, с которым мы с вами сталкиваемся практически каждый день в жизни, возникают только какие-то туманные идеи, возникают какие-то туманные картинки. Это говорит о том, что если нет вот такого четкого понимания и нет четкого образа, если человек не способен нарисовать это, показать на это, это значит, что понимания на самом деле нет. Давайте разберемся, что же такое по сути управление, что самое главное. У каждой группы, ну группа естественно состоит из людей, любая наша компания – это группа. У каждой группы есть некая цель. Цель – это предмет стремления, это то, куда должны мы продвинуться, то чего мы должны достичь. У каждого члена группы есть какое-то собственное представление цели, есть собственное намерение, собственный вектор движения. Так вот управление по сути заключается в том, чтобы согласовать эти вектора, сделать так, чтобы эти вектора были направлены в одну сторону, сделать так, чтобы намерение каждого члена группы, было направлено на цель, на общую цель этой группы, этой компании. И, вы знаете, это довольно просто, когда компания совсем маленькая, обычно достаточно ручного управления. Это когда руководитель, человек, который стоит во главе, он просто отдает отдельное распоряжение, он вдохновляет, он требует, и, вы знаете, в этот момент у него не возникает никаких идей, что ему нужны какие-то регламенты, описание бизнес-процессов или какие-то должностные инструкции, ничего этого, по сути, не надо, он отдает отдельное распоряжение, и он направляет эти вектора сотрудников на цель, все идет хорошо. Когда компания вырастает, и в моем собственном бизнесе происходило то же самое, ты просто уже не справляешься, ручного управления уже становится недостаточно, нужны всевозможные документы, система планирования, совещания для руководителей, и все это инструменты управления. Их предназначение очень простое, их предназначение точно так же, доворачивать вот эти вектора, вот это намерение сотрудников в направлении цели, сделать так, чтобы все вместе работали на одну цель. Ну и примеры прекрасного управления вы можете видеть в жизни, это слаженная работа компании, это прекрасная работа дирижера, который управляет большим количеством музыкантов и в результате получает прекрасную мелодию. И вы знаете, теперь, понимая сам смысл слова управления, теперь вы всегда сможете определить, есть в компании управление хорошее или нет. Вам достаточно просто посмотреть на то, насколько согласованы действия сотрудников, насколько они помогают друг другу. И вы можете, как эксперт, очень точно сказать, здесь управление отличное, а здесь управление отсутствует. Я вам желаю получить успехи от применения этого данного. КРИК ПО-НАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...